Практически простые люди почти не читают святых отцов, но они ходят в церковь. И вот здесь-то как раз возлагается огромнейшая ответственность на священство. И дело в том, как мне кажется, случилось таким образом, что перепутали в нашей практической церковной жизни – перепутали в священстве две весьма разные стороны. Первая и главнейшая сторона священства – это пастырство, то есть это научение, научение, которое должно проистекать и истекать не из себя, да избавит Бог, а всё должно проистекать из знания, чтение, изучение святых отцов. На священника возлагается эта основная миссия. Но я сказал – перепутали. С чем же? Перепутали всё с жречеством. Священнослужение, то есть совершение богослужения, совершение таинств – это всё то, что совершалось во всех всегда религиях, – когда приносились жертвы, церемонии производились – это всё наименовалось жречеством. Так вот, в священнике есть две стороны. Первая – пастырская, вторая, я говорю, жреческая. Так вот, к величайшему сожалению, мы видим очень часто, что служение священника сводится к чему? К совершению служб. Каких? Обедня, сеношная, вечерняя, молебны, панихиды, совершение таинств и так далее. Уж я не говорю множество обрядов – освящение колодцев и земельей, домов и прочее. То есть то, что на языке священников часто называется требами, подчас даже, когда ходят к людям. Так? Это вторичное, а не первичное. Потому что то же таинство, например, идти причастить человека – хорошее дело – причастие. Ну как же? Без него нельзя! Оно необходимое. Но о чём предупреждает апостол Павел? Тот, кто ест или пьёт недостойно, суд себе ест и пьёт, оттого у вас многие болеют и умирают. Сразу вопрос – а как же правильно? Батюшка, вы должны сказать – а как же правильно? Ты, батюшка, должен предупредить своих посомок. Блюдите, будьте осторожны, будьте внимательны, будьте благовейны, подходите с покаянием, без покаяния, без осознания своих грехов, без смирения. Смотрите, что может случиться. Оттого болеют и умирают. Нельзя так! Причащайтесь, возлюбленные братья и сестры! Сегодня праздник! Как будто, видите ли, лекарства, оказывается, когда, если праздник, то я лекарства могу уже принимать без всяких ограничений, тех, которые требуют серьёзного ограничения. А праздник – так можно без всяких! Не исповедуйся и подходи! Видишь, как можно сделать? Так вот, возлагается обязанность на священство. Они должны научать народ. И вот простой народ, он действительно, он и научается там, в церкви, если священник действительно проповедует, не рассказывает там разные, как он был в Святой Земле или на Афоне, или какие чудеса там слышал, да, или где-то прочитал интересные истории, а научает тому, как правильно жить, что такое молитва. Если этому не научают, что такое молитва, тогда вообще всё остаётся пустым и недейственным. Я хочу подчеркнуть, что без молитвы нет религии. В человеке, в человеке нет религии. Но когда можно слышать молитесь, братья и сёстры, то за это вопрос – что, как, о чём? О чём? Как? Я, батюшка, от пьянца должен куда ехать? Неупиваемые чаши, да, монастырь? Или мне нужна квартира с Передоном Тремифунцкому, да? Что значит молитесь? Как молитесь? Ибо молитва должна иметь действенность. И если мы неправильно молимся, если мы не понимаем сути молитвы, то, конечно, мы ничего и не получаем. Некоторые говорят – я молилась – молилась, а ничего не получаю. А как умолитесь, батюшка? Дай мне, Господи, дай! Дай мне, Господи, я внесу вот столько-то денег! Напишу столько-то записок! Как будто эти записки или деньги спасают! Вот и так! Очень, оказывается, серьёзнейшая ответственность возлагается на священство. Поэтому уровень священства, духовный уровень, уровень монашества, они и определяют духовный уровень народа. Поэтому, когда мы начинаем говорить – ох, народ совсем потерял веру и прочее! Почему? Почему? Посмотрите, что было перед революцией! Что писали наши святые? Феофан Затворник писал даже ещё одно-два поколения и православия вообще не будет! Попы всюду спят! – такое это я его повторяю прямо слова! А что пишет Иоанн Кронштадтский? Сердце обливается кровью! Серафим Чичегошу писал Скоро у нас совсем вообще никто в храм не придёт! Потому что священники неизвестно, что говорят и проповедуют! Я называю святых! Задача священства – пастырская, а не жреческая! Жреческая – это второе! И принятие таинств, и богослужения, посещение – всё это будет иметь значение и пользу для верующих людей только тогда, когда они это будут принимать таинство, посещать богослужение с верным пониманием того, что нужно делать! Богослужение – что нужно делать? Стоять, мечтать, смотреть по сторонам, бегать по храму, ставить свечи святым, мешая другим молиться! Как будто свечка нужна какому-то святому или Господу Богу тем более! Им это не нужно! Это нужно храму! Пришёл в храм – стой и молись! И никому не мешай! А молись что значит? Что значит? Слушай, о чём читается, что поётся! А в прочее время, если видишь, трудно или непонятно, есть замечательная молитва, которую оставили нам все святые – молитва Иисусова. Господи Иисусе Христе, помилуй меня! С вниманием, благовением! Потому что молитва без внимания – не молитва! Приведу опять слова Игнатия Брянчанина. Молитва без внимания – мертва! Оскорбительное для Бога пустословие! Слышали ли когда-нибудь люди это, что, оказывается, молитва может быть вредным? Душевредным! Душевредным! Оскорблением для Бога – пустословием! О, если бы знали это, люди! Вот что, оказывается, нужно! Откуда идёт это наставление? От святых отцов! То есть мы опять к чему приходим? Что, оказывается, знание святых отцов, которое человек может получать или сам из книг, или должен получать от священства, является необходимым в жизни каждого христианина. brickалями для Бога – пустословую. Федора которых нельзя isolate, слова meu пустословий –